Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Мы вспоминали с вами, что сказал брат Копленд в заключении своей проповеди «Воскресенье вечером». Он сказал «Я рожден, чтобы знать Его. Я рожден, чтобы быть как Он». Это так приятно слышать. И Бог дает нам Свое Слово, чтобы знать Его и быть похожими на Него. Вот в чем смысл слова. Вот в чем суть завета в крови. Указывать на познание Его, на то, чтобы быть как Он. Аминь. И позвольте озвучить фразу, которая пришла ко мне. Нам не просто полезно, но жизненно важно жить с глубоким осознанием самого Бога. Выполняя Его план, нам необходимо осознавать, что мы не можем сделать сам план центром нашего внимания. Он центр. Посредством плана мы служим тому, кто в центре нашего внимания. Часто мы настолько захвачены выполнением плана, что перестаем осознавать автора этого плана. Мы стараемся поднять семью, занимаемся бизнесом, служим в церкви, жаждем боли Божьей. И посреди всего этого мы иногда не вполне фокусируемся на том, на чем надо. Бывает, мы настолько поглощены всем, что обязательно нужно сделать в этот день, что оставляем его за бортом. Поэтому не просто рекомендуется или полезно, а жизненно важно жить и выполнять и проходить свое поприще с глубоким осознанием Бога. Аминь. И напоминать себе, ради чего мы все это делаем, потому что мы хотим угодить Ему, мы хотим угодить Ему, мы хотим угодить Ему. Но как Он может быть доволен, если мы забываем Его, делая все это? Так легко отвлечься на что-то, что лишает нас сладости того, с кем мы все это делаем. Аминь. Слава Господу. Поэтому Бог, если так можно выразиться, производит в нас тонкую настройку. Спасибо Богу за жизнь веры, но все это для того, чтобы нам познать Его. Аминь. Все это для того, чтобы мы познали, что у Него есть, и двигались с Ним. Так часто люди женятся, а потом настолько погружаются в дела семейной жизни, что забывают друг о друге. И если не быть осторожными, мы можем ненамеренно, не специально оставить, как сказано в Откровении, то, что важно в первую очередь – Его. Его. Аминь. Будем так любить Его, чтобы, оказываясь рядом с нами, люди хотели Его. Аминь. Будем напоминать себе об этом. Вы скажете, пастор Нэнси, это же фундаментальные, базовые вещи. Да, именно поэтому мы к ним и возвращаемся. Потому что это фундамент. Это основа всего, что мы делаем. Желание быть угодными Ему. Мой муж говорил, благословение в угождении. Когда Он доволен, благословения Божьи просто встречают нас повсюду. Аминь. Я, по-моему, говорила об этом на предыдущем служении сегодня утром, но не думаю, что рассказала до конца. Каждый раз, когда Бог говорил мне сделать что-то, и я это делала, дьявол потом пытался обстревожить мой ум по этому поводу. Я знала, что это дело было от Бога, однако дьявол все равно пытался подобраться после послушания. Он пытался, если можно так выразиться, украсть радость послушания. Он донимает людей. Ты не должен был этого делать, это тебе дорого обойдется, или теперь тебе не хватит денег, или теперь ты не сможешь сделать вот это из-за того, что послушался Бога. И Он пытается обокрасть нас, лишить нас радости послушания Отцу, потому что послушание нашему Отцу – это чистая радость, а не тяготы и невзгоды, и это не мучение. И я отказываюсь мучиться в моем послушании Отцу. Аминь. Помните, когда Иисус крестился в реке Иордан, Бог проговорил с небес, «Все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И тут же после этого Дух Святой повел его в пустыню, и дьявол сорок дней и сорок ночей докучал его, пытаясь встревожить его ум. Зачем? Чтобы обокрасть его. Отец только что сказал, что он угоден ему, и дьявол пытался, если так можно сказать, украсть у него радость угождения Отцу и превратить это время в сезон угнетения. И, конечно, Иисус вышел из всего этого победителем, он не был подавлен, но мы видим, что когда мы угодны Отцу, дьявол ненавидит это. И он пытается мучить вас, когда вы повинуетесь Богу и угождаете Ему, пытается изводить ваш ум, внушая вам мысли, что из-за повиновения Богу вы теперь пострадаете каким-то образом. Например, финансово, или вам придется отказаться от своей мечты, чтобы последовать за Богом. Вы можете доверить Богу свою мечту, потому что Он вернет ее вам в лучшем виде. И когда вы собираетесь повиноваться Богу, дьявол пытается сделать это чем-то страшным, пытаясь лишить послушания Богу радости. Иисус сказал, воля Моего Отца никогда не тяжко. Помню, читала одну книгу, по-моему, «Мое время на небесах» Ричарда Зигмунда. Не помню, в той или иной части, когда Он спускался вниз, чтобы увидеть ад, или когда Он возвращался на землю, что по сути... Ладно, шучу. Шучу. Но Он был в таком восторге и упоении от небес, что Он как бы сдулся, когда Иисус сказал, что надо идти. И Он не хотел, по сути. И Иисус обличил его, сказав, воля Отца Моего никогда не тяжко. Поэтому наша физиономия не должна вытягиваться, когда Бог направляет нас куда-то. Когда Он говорит нам что-то сделать, ведет нас что-то сделать, дьявол хочет превратить для нас заповедь, указание Отца, во что-то враждебное. А это благословение нашей жизни. Это радость нашей жизни. Повиноваться Ему радостно, повиноваться Ему упоительно. А дьявол был бы рад украсть у нас это, подсунув нам неправильное мышление, относиться к послушанию, как к тяготе. Но Бог не жесткий надсмотрщик, и все, чего Он просит у нас, может быть тяжело для плоти. Но плоть просто стоит на пути наслаждения, полнотой, благословений и послушания. Давайте не дадим себя обокрасть. Итак, когда я повиновалась Божьим указаниям, тому, что Бог сказал сделать, дьявол полтора дня не давал мне покоя. Теперь, когда ты это сделала, тебе самой не будет хватать, у тебя будут трудности, ты столкнешься с кучей лишений. Он не мог заставить меня отменить то, что я уже сделала. Поэтому он пытался изводить меня, чтобы вогнать меня в неправильное мышление по поводу того, что я сделала. Заставить меня пожалеть об этом и стать врагом Божьих указаний. Потому что Бог любит доброхотного, радостного, расторопного даятеля. И дело тут не просто в деньгах, а в приношении послушания. Радостного послушания, доброхотного послушания, расторопного послушания. Будь то в даянии, будь то в служении, будь то в молитве, в чем бы то ни было. Таким должен быть наш подход к послушанию Богу. А дьявол был бы рад украсть доброхотность и радость и расторопность из нашего послушания. Потому что тогда, даже если мы будем повиноваться, это не будет полностью угодно Отцу, потому что это не будет сделано с правильным мышлением, правильным подходом, правильным сердцем. Поэтому, когда вы повинуетесь Богу, дьявол пытается изводить вас по поводу вашего послушания, потому что он хочет украсть у вас благословение и радость послушания. И вот каждый раз, когда в следующие полтора дня дьявол просто внушал мне эти мысли, я на них отвечала. И немного позже они приходили снова, и я отвечала на них. Я осознавала, что это был дьявол, и я не собиралась позволить ему обокрасть меня. Но потом ко мне пришло слово от Господа. «Если ты войдешь в мое присутствие и пребудешь в нем, тебе даже не придется это слушать». То есть, жизнь в глубоком осознании Бога приводит нас в такое положение, когда терзания перестают быть образом жизни. Аминь. Аллилуйя. Итак, Бог сказал мне, «Если ты войдешь в мое присутствие и будешь в нем пребывать, тебе даже не придется это слушать». А затем Он сказал мне уже не о той ситуации, а о будущем. Потому что в будущем я буду говорить тебе и указывать тебе делать определенные вещи. И дьявол попытается взять то, что я тебе скажу, и тревожить тебя этим. Как же избежать этой тревоги, этого потока тревог, потому что дьявол хочет всех держать в напряжении, жить в глубоком осознании Бога. Аминь. Да, мы вкладываем Слово в уста, но я говорю о том, чтобы наши мысли были полны осознания Его, чтобы в течение дня мы обращали свои мысли к Нему и поклонялись Ему. Когда Павел и Сила были брошены в тюрьму, и мы с Морган обсуждали это на днях, когда Павел и Сила были брошены в тюрьму, и они молились и воспевали Бога, двери отворились. И большинство христиан сказали бы, «Ну, вот и мой выход». А они даже не встали, чтобы выйти, потому что они уже были не там. Я говорю об их сознании. В своем поклонении Богу они уже оставили это место. Дверь – это уже детали. Да, формальность. Они не стали торопиться и выбегать. Они уже вышли. С чем бы вы ни столкнулись, вы можете выйти оттуда еще прежде, чем какие-либо обстоятельства изменятся. Вот что вам даст глубокое осознание Бога. Решение о выходе будет за вами. Вы не будете ждать, чтобы обстоятельства открыли вам выход. Вы можете выйти во мгновение, просто обратившись к Нему. Я не говорю о том, чтобы быть странными людьми с затуманенными глазами. Но я говорю о том, чтобы войти в измерение Духа, в котором вы осознаете «Я решаю». Аминь. Я говорила об этом с Морган, и вот что нам нужно понять. Бог не предлагает нам облегчения. Он предлагает нам победу. Многие просто довольствуются облегчением и не продолжают двигаться к победе. В чем заключалось бы облегчение? Павел и Сила вскочили бы и выбежали, как только двери открылись. Это облегчение. Но победа – это спасти темничного стража, спасти его домашних, пойти и основать церковь. Вот это я понимаю. Видите ли, победа – это изменение всей картины, облегчение – лишь одного обстоятельства. Бог ведет нас не просто на основании чего-то одного. Он видит полную картину, когда указывает нам что-то делать. И если мы не будем внимательны, мы так сильно захотим облегчения посреди давления, что просто обойдемся облегчением, вместо того, чтобы выстоять до полноты. Павел и Сила не довольствовались тем, чтобы вскочить и выбежать. Они дождались полноты. Почему? Потому что у них было осознание Бога, а не осознание тюрьмы. Так нам нужно жить в этом пробуждении последних дней. Потому что, если мы не будем внимательны, мы согласимся на что-то меньшее, вместо того, чтобы выстоять и получить все. Мне понравились слова одного служителя. «Все, что к вам приходит, это либо искушение, либо воплощение». Что он имел в виду? Когда вы проходите испытание, к вам приходит либо воплощение вашего ответа, и вы берете его, или же приходит искушение, которое выглядит как ваш ответ, но это фальшивка. Это отвлекающий маневр, чтобы вы не дождались воплощения. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с трудностями, все, что к вам приходит, это либо искушение, либо воплощение. И отворившиеся двери тюрьмы несомненно были искушением, но они дождались воплощения. Задумайтесь. Павел понимал это. Это был не единственный раз, когда его побили и бросили в тюрьму, а потом узнали. Надо же, он римский гражданин. Вот дела. Мы поступили незаконно. И в этот раз воеводы послали сказать, чтобы их отпустили, а он сказал, «А-а, вы придите сюда». Видите? Он не довольствуется просто облегчением. Ему нужна победа. Вы придите и сами выведите нас, а не просто присылайте кого-то. Вы избивали нас открыто, всенародно. Придите сюда открыто, а не выпускайте нас тайно ночью. Этот человек не искал облегчения. Если вы ищете облегчение, вы неправильно вступите в брак. Если вы ищете облегчение, вы устроитесь на неправильную работу. Но если вы ищете победы, вы не станете довольствоваться меньшим. Вы не будете довольствоваться. Слава Господу! Как же разобраться, что есть что? Да, посредством слова. Но жизнь в глубоком осознании Бога познакомит вас с Его сердцем. Вы нахватаетесь от Него. Вы заразитесь. Его теплом, Его состраданием, Его милостью, просто находясь рядом с Ним. Папа Хеггин говорил о сострадании, которое нужно в служении людям. Он рассказывал, как Джон Джи Лейк еще издалека с улицы услышал, как женщина кричит от боли и зарака, и он вбежал к ней, потому что из сострадания его сердце плакало и сокрушалось о ее мучениях. И он просто вбежал. После всех его молитв за нее и возложений рук, он просто вбежал и обхватил ее из сострадания, и она мгновенно исцелилась. И Папа Хеггин нам говорил, такой поток приходит только из присутствия Божьего и из пребывания с Богом. Исповедание вам этого не даст. Я не преуменьшаю исповедание, но всему свое место и роль. Именно когда у нас есть близость с Отцом, мы начинаем подхватывать Его черты. Они начинают выходить на поверхность нашей жизни. Милость, сострадание, любовь и подлинная заинтересованность в людях. Служение – это люди. Если вы не любите людей, слишком часто люди любят служение, но не людей. Вы никогда не придете к цели, к тому, что у Бога есть для вас. Вы никогда не достигнете полноты. Много лет назад я была на одном служении, на котором служил молодой человек лет 30. И он был хорошим учителем. И там был один мужчина за 70, который был в служении уже много лет. И его спросили, «Как вам сегодняшнее учение?» И он ответил, «Он хороший учитель. Ему лишь осталось научиться быть хорошим служителем». Что это значит? То, что вы умеете учить, еще не значит, что этот поток служит людям. Аминь. Если не быть осторожными, можно полюбить дело служения, но люди, люди – это служение. И эту заинтересованность, заботу, внимательность и искренность по отношению к людям мы получаем в присутствии Отца. Вы не можете просто прослушать кассету и получить это. Только через общение с тем, кто так возлюбил мир, что отдал. Поэтому я говорю о глубоком осознании Бога. Когда брат Копленд был здесь несколько лет назад, он говорил о том, что Бог пошлет людей и наполнит это место. Что многие, многие, многие придут и спасутся. И он сказал, «Только знайте, они не будут одеты так, как вы привыкли. Они не будут пахнуть так, как вы привыкли». Почему? Потому что будет такой наплыв, такое изобилие жатвы. И это будут не церковные люди, не знающие, что такое церковь. И он сказал, «Вам придется понимать этих отличающихся от вас людей, которые придут примириться с Богом, потому что по-человечески они могли бы вызвать у вас неприязнь. Но если вы в присутствии Отца, вы поймете». И я не говорю о тех, кто может эту мысль взять за основание, чтобы иметь плотскую церковь. Мы не об этом говорим. Мы говорим о людях, когда они приходят, когда они приходят ко Христу. Им нужна любовь, а не критичные взгляды. Аминь. А такое сострадание, заинтересованность и заботу о людях мы получаем в присутствии Отца. Аминь. Эд говорил, «Это пробуждение последних дней будет пробуждением Божьей милости». Он говорил, «Бог будет исцелять людей, которых вы никогда бы не стали исцелять. Он будет освобождать людей, которым вы никогда бы не стали помогать». Как мы узнаем этот поток милости, находясь в присутствии Отца, живя с глубоким осознанием Бога, развивая привычку обращаться к Нему в течение всего дня, а не только в воскресное утро или во время служения на неделе, когда наше осознание Его станет нашим образом жизни. Аминь. Слава Господу. Когда для нас будут что-то значить слова брата Копланда, «Я рожден, чтобы знать Его». «Я рожден, чтобы быть как Он». Аминь. Евреям 11 глава. Пожалуйста, откройте Евреям 11 главу. 39 стих. Сразу следом за списком героев веры. Библия коротко упоминает и затрагивает лишь немногих из них. И после их перечисления в 39 стихе она говорит, «И все они, эти герои веры, хотя и заслужили божественное одобрение посредством своей веры, не получили исполнения обещанного». Обещанное, о котором здесь идет речь, это грядущий Мессия. Святые Ветхого Завета уповали на обетование Мессии, но не увидели Его, пришедшего во плоти, не увидели исполнение Его дела искупления. Они не присутствовали при начале Нового Завета. И когда Он основал церковь, они не видели всего этого, но они уповали на то, что это произойдет. 40 стих. Они не получили исполнения обещанного, потому что Бог думал о нас и предусмотрел нечто лучшее и большее для нас, чтобы они, эти герои и героини веры, не достигли совершенства без нас, прежде чем мы сможем присоединиться к ним. Теперь первый стих. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, которые свидетельствовали об истине, которые пробежали и завершили свое поприще и сделали то, для чего были призваны, и, пробежав свое поприще, наблюдают за нами, теперь и мы, имея их в качестве примера, и мы скинем и отбросим всякое бремя, ненужный вес и грех, который так легко, ловко и умно цепляется за нас и опутывает нас и с терпеливой выносливостью и устойчивой и активной неотступностью побежим назначенным маршрутом в предстоящем нам состязании. Второй стих. Отводя взгляд так мы бежим, отводя взгляд от всего, что отвлекает на Иисуса, инициатора и источника нашей веры, дающего первый стимул для наших убеждений, а также ее совершителя, доводящего ее до зрелости и совершенства. Он ради предстоявшей ему радости получения награды, что это была за награда? Наградой было искупление творения через исполнение воли Отца. Вот что было наградой. Он перенес крест, пренебрегши и проигнорировав позор, и теперь восседает по правую руку от престола Божьего. Третий стих. Помыслите. А в расширенном переводе просто подумайте о нем. Мы много о чем можем думать, но здесь сказано просто подумайте о нем. Проходя свое поприще, думайте о нем. Бегите, думая о нем. Здесь не сказано думайте о Моисея. Не сказано думайте о Халеве или Иисусе Навине. Не сказано думайте об Ильи. Почему? Потому что путь Иисуса совершенен. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok